Не секрет, что все, что попадает в реку, рано или поздно оказывается в море. И лучший подарок главной достопримечательности курорта – это, пожалуй, предотвращение его загрязнения. К этому относится и уборка в русле реки. В этом году субботник стал особо знаковым событием. Отмечается ровно 20 лет со дня подписания в Стамбуле стратегического плана действий по восстановлению и охране Черного моря. Именно с этого времени 31 октября считается международным днем Черного моря. В этом году в акции приняли участие сотни человек. Когда мы все такие одинаковые, все делаем одно дело, то, наверное, чувство сопричастности к большому международному общему какому-то делу. И мне кажется, что это воспитывает в детях то чувство, что ты ответственен за свой город, за ту природу, которая тебя окружает, за свое будущее. И это не зазорно, это не стыдно, это правильно и нужно убирать за собой. Убирать за собой, за другими и тем самым помогать городу для Дарины Желтяник, студентки СГУ, уже образ жизни. За ее плечами более 200 часов волонтерской деятельности. Вот мы сейчас идем, я уже пакет очень тяжело поднимаю, потому что он реально полный мусора. И мне кажется, устраивать такие вот именно мероприятия нужно намного чаще. Помимо традиционной уборки территории, в этом году организаторы решили преподнести курорту еще один подарок. Первую в Сочи – березовую аллею. На улице Джапаридзе участники посадили 20 деревьев. Живем мы в России и вообще в Сочи, когда приезжают, говорят, все, у вас есть, нет берез. Вот мы хотим сделать такую первую в Сочи березовую аллею. Это будет хорошо, красиво смотреться и, я думаю, такой будет необычный для Сочи момент. Потому что пальму нас хватает, а берез нет. В конце субботника появились не только деревья, но и настоящая гора собранного мусора. Участники и организаторы не устают повторять, что у рек всегда есть что убирать. Поэтому в следующем году яркий экологический субботник обязательно повторится.